МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Появление в семье ребёнка с особыми потребностями, особенностями развития, ограниченными возможностями и множественными нарушениями несчастная лотерея, от которой, к сожалению, никто не застрахован. И детский церебральный паралич именно такой случай. Что лежит в основе диагноза? От кого зависит успех лечения и последующей социальной адаптации пациентов с диагнозом детский церебральный паралич? Ответы на эти и многие другие вопросы сегодня даст эксперт в программе «Тело человека». А пока небольшая анатомическая справка. ДЦП – это заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение одного или нескольких отделов головного мозга. В результате этого развиваются непрогрессирующие нарушения двигательной и мышечной активности, координации движений, функции зрения, слуха, а также речи и психики. Форму ДЦП и степень тяжести заболевания устанавливает врач-невропатолог. Сейчас самое время представить вам наших сегодняшних гостей. Сегодня о детском церебральном параличе мы будем говорить с врачом-детским неврологом, заведующим психоневрологическим отделением младшего возраста Гомельской областной детской клинической больницы медицинской реабилитации. Татьяна Федоровна Ихомич. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам традиционно будет двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Марина и Степан Григорьевы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, мы традиционно начинаем нашу передачу с вопроса для вас. Он уже готов. Внимание на экран. По мнению большинства ученых, исследовавших ДЦП, эта патология, вероятно, существовала и в древние времена. Однако дети с ДЦП долгое время не попадали в поле зрения науки. Возможно, по той причине, что производили впечатление безнадежных коллег, рано уходивших из жизни без специального ухода. А к какому времени относятся первые упоминания о ДЦП в медицинской литературе и какой ученый впервые в своей монографии связал причины возникновения болезни с последствиями родовых травм? Это вопросы для вас. Ребята, для вас уже вопрос прозвучал. Вспоминайте, готовьте ответ на этот вопрос, а мы пока начнем наш разговор. Татьяна Федоровна, сегодня мы уже упоминали о том, что детский церебральный паралич – это заболевание центральной нервной системы. На каком этапе развития ребенка уже могут проявиться эти нарушения? Закладка центральной нервной системы у ребенка происходит на очень ранних сроках беременности. Это первые 2-3 недели. Воздействие в этот период беременности различных факторов – химических, физических, биологических, инфекционных – влияет, конечно же, на развитие центральной нервной системы. Да, могут развиваться грубые пороки нарушения центральной нервной системы, что в дальнейшем является риском развития детского церебрального паралича. В дальнейшем на протяжении всей беременности важным моментом является инфекционный процесс, если он есть у матери, что тоже увеличивает риск развития детского церебрального паралича в дальнейшем у малыша. Ну и сам процесс, наверное, родов, да? То есть очень важный, ответственный период. Конечно, да, это очень важный период, так как механизм родов достаточно сложный, и малышу нужно совершить ряд достаточно сложных движений, в результате которых может произойти травмирование плода, и тогда также возникает риск развития детского центрального паралича у малыша. Но мы уже упомянули о том, что воздействия во время беременности для мамы, химических факторов, физических, мы сказали, инфекционные. А есть ли еще какие-то заболевания беременной женщины, которые могут привести к неблагоприятному развитию головного мозга у ребенка? Конечно. Соматические, эндокринные, заболевания сердечно-сосудистой системы, все может являться фактором риска развития детского церебрального паралича у ребенка. Вредные привычки матери, соответствующий образ жизни, какой ведет мама в период беременности, также увеличивает риски развития детского церебрального паралича. А можно ли еще до рождения ребенка уже заподозрить, или может быть даже диагностировать детский церебральный паралич? Нет, таких методов диагностики не существует. Да, при наличии пороков развития, грубых нарушений, развития центральной нервной системы, мы можем предположить, как риск развития патологии центральной нервной системы, но не как развитие детского церебрального паралича. Среди детей с детским церебральным параличом более половины – это все-таки недоношенные дети, и известен такой фактор риска, как преждевременные роды. Но если все-таки роды прошли в срок, прошли относительно нормально, то есть без осложнений, как врачи это видят, когда можно сказать о том, что ребенок имеет особенности какие-то развития? Ведь это видно не сразу после рождения, наверное? Конечно. Каждый малыш в декретивные сроки консультируется врачом-неврологом. Первая консультация – это три месяца. И уже в этот период можно заметить, что есть у малыша какие-то нарушения. Учитывая то, что к периоду 3-4 месяцев у малыша уже угасают тонические рефлексы, в случае, если этого не происходит, тогда существует риск развития, и первые признаки уже можно выявить. Обратившись к врачу-неврологу в детской поликлинике, можно обратиться к врачу-неврологу в Центре раннего вмешательства, где уже на этом этапе могут оказывать помощь таким детям. Это и лечебная физкультура, и массаж, и грудничковое плавание, что может способствовать дальнейшему восстановлению нарушенных функций, и уменьшать риск развития двигательных нарушений, или уменьшать их выраженность. Некоторые ученые осуществуют такое мнение, что детский церебральный паралич – это не всегда случайный выстрел, что все-таки к этому есть какая-то предрасположенность. Как вывод с медицинской точки зрения, как специалист, работающий с этим, есть ли действительно генетически может быть детерминированность этого заболевания? В моей практике таких случаев не было. Даже у мамы с детским центральным параличом рождаются нормальные дети, здоровые, абсолютно без двигательных нарушений. Точно так же у родителей, в семье у которых есть дети с детским церебральным параличом, рождаются здоровые дети. Генетический фактор, в случае, если это наследуемая генетическая патология, тогда это скорее не детский церебральный паралич, а уже наследственный. Другая болезнь, которая имеет предрасположенность. Наследственная генетическая, но никак не детский паралич. Да, возможно, проявления могут быть похожими, но не является таковой. Ну, среди малышей с детским церебральным параличом на 35% больше все-таки мальчиков, чем девочек. Действительно ли это так, как показывает Ваша практика? В практике? Ну, не видела я никогда, чтобы были девочки или мальчики преимущественно. Нет, встречаются девочки и мальчики. То есть такой половой предпочтения к этому заболеванию не существует. Что еще можно сказать о научно доказанных факторах риска рождения ребенка с детским церебральным параличом? Конечно же, это преждевременные роды. Конечно же, это многоплодные беременности. Воздействие различных физических факторов, химических, соли тяжелых металлов, это все увеличивает риск развития детей с детским церебральным параличом. Ну, а если говорить, давайте по инфекциям. Мы говорили, инфекционные. Какие инфекции? Бактериальные, вирусные? То есть чего бояться? Стоит бояться вирусных инфекций. Чаще всего они протекают бессимптомно или с небольшими клиническими проявлениями. И чаще всего мы на это не обращаем внимания. Но, к сожалению, вирусы, особенно на ранних сроках беременности, имеют высокую тропность к нервной ткани и, соответственно, вызывают различные нарушения. Такие инфекционные заболевания, как токсоплазмоз, краснуха, это всем известно. И, в общем, тоже риск развития детского центрального паралича у женщин, которые перенесли подобные заболевания, намного выше. Детяна Федоровна, я сейчас предлагаю выслушать ответ наших ребят на вопрос, который был о том, как детский церебральный паралич, когда его стали рассматривать действительно как заболевание, какие ученые его впервые описали. Ребята, вы готовы ответить на вопрос? Кто будет отвечать? Степан, пожалуйста. Безусловное первенство в открытии данного заболевания принадлежит английскому ортопеду Уильяму Литтлю. В 1832 году он описал несколько детей с последствиями родовой травмы. Позже, в 1862 году, Литтлю издал собственную монографию «Спастический ребенок», в которой выделил в причины ДЦП родовой травматизм. Что и, конечно же, является не единственной причиной данной патологии. Ну да, мы сегодня уже упоминали о том, что причин действительно много, но просто здесь явная была связь, что и помогло ученому, в общем-то, описать это впервые. Ребят, для вас готов уже второй вопрос, поэтому внимание на экран. Одним из ранних признаков детского церебрального паралича является нарушение своевременной редукции безусловных рефлексов. В числе безусловных, то есть наследуемых и неизменных реакций человеческого организма есть вполне понятные, например, сосательный и глотательный. А вот что такое хоботковый рефлекс и рефлекс МАРО? Это вопросы для вас. Ребят, для вас прозвучал второй вопрос. Готовьте пока на него ответ, а мы продолжим наш разговор. Татьяна Федоровна, известно, что у детского церебрального паралича есть несколько форм, несколько степеней. Что здесь нужно знать? Следует знать, что детский церебральный паралич выделяет следующие формы. Это гемиплегическая форма, это спастическая диплегия, двойная спастическая гемиплегия, атонически-остатическая форма и другие формы паралича. Смешанные формы, когда... Сложные такие названия, да? Они клинически, наверное, отличаются друг от друга, да? Конечно, конечно же, да. При гемиплегии это повреждение конечностей с одной стороны, верхней и нижней конечностей. При двойной спастической гемиплегии это тетропорез, когда мышечный тонус нарушен во всех конечностях, но с преобладанием одной стороны. Спастическая диплегия это когда мышечный тонус высокий или преимущественно повышен в нижних конечностях и меньше задействованы верхние конечности. Атонически-остатическая форма проявляется снижением мышечного тонуса и атаксией, нарушением координации движений. Встречаются формы и смешанные, спастико-тактическая, гиперкинетическая и другие формы детского паралича. Ну, в этой ситуации еще нужно, наверное, помнить о том, что выраженность может быть разная, да, из всех проявлений? Конечно, да. По степени выраженности мы выделяем 4 степени. Легкая, умеренно, соответственно, выраженные и резко выраженные нарушения. Проявления могут быть совершенно различные. Дети с умеренными нарушениями прекрасно ходят, да, есть нарушения походки, есть нарушения моторики рук, могут быть нарушения зрения, речи, дислолии. Но, тем не менее, эти дети вполне могут передвигаться, обслуживать себя и, в общем, находиться среди равных себе детей по возрасту. Степень выраженности третья, или выраженная степень. Конечно же, здесь у нас есть ограничения по самостоятельному передвижению. Передвижение возможно, но это передвижение в коляске либо с помощью дополнительных средств, ходуны, например. При резко выраженных нарушениях двигательных самостоятельное передвижение невозможно, передвижение только в коляске. Ну и если еще говорить о том, когда возникает церебральный паралич, мы сегодня говорим о детском. Ну а есть ли такие формы, как приобретенные, которые развиваются в более позднем возрасте? Нет, таких форм не существует. Чаще всего параличи, парезы развиваются вследствие черепно-мозговых травм, травм спинного мозга, опухолевного образования головного мозга и спинного мозга. Это может быть гидроцефалия, но все это будет уже как следствие основного заболевания, как клинические проявления, но не как детский церебральный паралич. Дина Федоровна, очень важный вопрос о том, что если все-таки развился детский церебральный паралич, есть ли какая-то надежда на лечение или это только реабилитация? Лечение заключается в следующем. Это уменьшение мышечного тонуса и формирование у ребенка двигательных навыков. Развитие моторики, развитие слуха, зрения, развитие познавательного интереса. Других способов лечения нет. О том, что вылечить можно, мы не можем такого сказать. Это невозможно. Нет, мы можем уменьшить степень нарушений, но вылечить, к сожалению, мы не можем. А какие все-таки технологии есть у современной медицины, современные, которые позволяют как раз-таки уменьшить этот тонус или позволить приобрести пациенту новые навыки, их улучшить? Если мы говорим о медикаментозном лечении, конечно же, это классические препараты для уменьшения мышечного тонуса, то, что используется везде, это Буфен, Медокалм. Если брать в объеме реабилитационной помощи, есть потулотоксины, различные названия этого препарата, который используется, для местного, локального снижения мышечного тонуса в случае, если это необходимо. И, опять же, на фоне проведения медикаментозного лечения, это реабилитационных мероприятий, комплекс, направленных на улучшение движений именно в этих конечностях, которые мы вводим данный препарат. В реабилитации очень много используется различных тренажеров. Я думаю, известен многим локомат. Он есть, существуют детские, не только для взрослых, которые навязывают, если это уместно слово, ребенку правильный стереотип движений. Правильный стереотип похудки. Это какая-то электроимпульсная, да? Или что там используется? Это роботизированный препарат, куда помещается малыш и робот, выполняет за него объем движений, который не обходил. Учит, как бы, его. Да. Ребенок при этом тоже участвует, направляя некоторым образом движения. Мозг запоминает. И мы надеемся, что в дальнейшем стереотип движения у этого малыша улучшится и будет формироваться правильно. Татьяна Федоровна, очень бы хотелось бы проследить вот эту логистику с момента, когда все-таки выставлен диагноз детский церебральный паралич. Как дальше? Вот куда направляется ребенок, чтобы вот родители могли примерно проследить этот путь? И в частности, если можно немножко, чем занимается ваше отделение? Какие детки в каком возрасте туда попадают? Ну и вот возможности его. Детский церебральный паралич диагноз выставляется не сразу, но лучше. В случае, если у него есть выраженные, резко выраженные нарушения, тогда диагноз восстанавливается несколько раньше. Это до полутора, до двух лет. Чаще всего малыши уже попадают в центр раннего вмешательства и получают помощь, начиная с трех месяцев. До трех лет они посещают центр раннего вмешательства, консультируются с специалистами этого центра. Они имеют возможность попадать на реабилитацию в стационарные условия в нашем учреждении, Гомельская областная детская клиническая больница медицинской реабилитации. Мы принимаем малышей шести месяцев. И объем реабилитационной помощи у нас несколько больше. В дальнейшем они имеют возможность попадать, посещать реабилитационные центры на территории Беларуси. Ну, вот, в таком объеме. А у вас основная функция все-таки это какие-то физические воздействия, лечебная физкультура. Вот этот аппарат, который вы упоминали, он тоже есть, я так понимаю, в вашем центре? У нас нет такого аппарата, он есть в Минске. У нас больше направление на физическую реабилитацию. Это обучение ребенка навыкам, которых у него нет, не сформировались по причине детского цивно-вибрального паралича. Конечно же, здесь не только это направление важно, но и важно развитие речи у ребенка, развитие или стимуляция познавательного интереса у малыша, потому как, кроме того, что у него двигательные нарушения, он ребенок, и ему нужно развиваться, ему нужно общаться, ему нужно взаимодействовать с родителями и со сверстниками. Поэтому в этом направлении мы тоже работаем. Это такой мультикомандный, так понимаю, подход. Какие специалисты все-таки занимаются реабилитацией? Это же не только реабилитологи. Реабилитацией занимаются много людей, много. И это в первую очередь доктора, врач-невролог, врач-ортопед, врач-физиотерапевт, при необходимости врач-психотерапевт или врач-психиатр. Также участвуют в процессе реабилитации инструкторы-методисты физической реабилитации, массажисты, учителя-дефектологи, психологи. И вся эта команда, используя индивидуальный подход к каждому малышу, выбирает направление, в котором можно двигаться и развиваться данному конкретному ребенку. И все-таки специалисты – это, наверное, в большей степени консультанты и помощники. А основной вот такой вот труд ложится на плечи близких и родных людей. Что здесь должны делать родители прежде всего? Ни в коем случае не оставлять малыша в покое. Дома продолжается реабилитация. Это один из этапов непрерывного процесса реабилитации малыша. Конечно же, мы не должны забывать, родители дома не должны забывать, что физическая нагрузка ему нужна обязательно, что развитие моторики рук – это очень важно для дальнейшего формирования навыков самообслуживания, стимуляция развития речи и познавательного интереса – это очень важно. И ни в коем случае нельзя останавливаться и опускать руки. Ну, конечно, интернет – это такая великая сеть, где можно обо всем этом узнать. Помогают ли ваши специалисты вот в таком обучении, в познании вот этого самого ухода за таким ребенком? Конечно, конечно. Специалисты владеют, ну, я думаю, максимальным объемом информации, каждый в своей области и готовы делиться информацией с любым из родителей. Приветствуются, когда родители проявляют интерес. Методисты физической реабилитации готовы рассказать о правильном позиционировании малыша. Это не только как правильно лежать в кроватке, как правильно лежать на боку, как правильно сидеть за столиком, как правильно кормить малыша. Обо всем об этом готовы рассказать и доктора, и инструктора физической реабилитации. О том, как стимулировать и развивать речь у ребенка с нарушениями. Учителя-дефектологи прилагают максимум усилий, в дальнейшем берут в коррекционную работу, объясняют родителям, как нужно делать, как заниматься с малышом. Показывают приемы логопедического массажа, как справляться со спастикой языка, спастиком, артикуляционной мускулатуры. Психологи работают немножко в другом направлении. Это познавательный интерес, это игра, как правильно играть с малышом, какие игрушки подобрать, как развивать малыша, формировать коммуникации, возможности общения. При совместных усилиях родителей и специалистов можно добиться очень хороших результатов. Дети формируют двигательные навыки. Да, возможно, это с некоторыми ограничениями. Возможно, походка у ребенка не будет такой, как у среднего статистического малыша. Но, тем не менее, он может посещать обычный детский сад, он может общаться со сверстниками, в дальнейшем пойти в школу общеобразовательную, где будет учиться на уровне со всеми, а может быть, даже и лучше. И лучше. Поступить в ВУЗ, закончить его и получить высшее образование и быть специалистом высокого класса. Важно, опять же говорю, не опускать руки, нужно двигаться вперед. И даже устроить свою личную жизнь. Ну, конечно, конечно. Татьяна Федоровна, я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят на второй вопрос, который был о том, что такое безусловные рефлексы нашего организма. Марина, вам слово. У меня вопрос был о том, что такое хоботковый рефлекс. И это врожденный, безусловно, рефлекс, который направлен на питание ребенка. Наш первейший инстинкт. Можем его проверить резким прикосновением к губам ребенка. Мы отняли руки, на что ребенок сложит губы, своеобразный хоботок. В норме этот рефлекс должен угасать к 2-3 месяцам. Жизнь, если же он сохраняется, то есть повод для беспокойства и обращения к врачу. А рефлекс МРО простым языком – это рефлекс испуга, либо защиты. Он похож на то, что ребенок пытается за что-то или за кого-то схватиться. Можно его проверить разными способами. Как вызывать, так и спонтанно он проявляется на громкие звуки. Чтобы проверить, можно крепко привести ручки ребенка к груди и резко отпустить. Либо распрямить ему ножки и приподнять немного над постелью. Можно хлопнуть в ладонь, что же недалеко от его головы. Первая фаза рефлекса проявляется резким разведением ручек в стороны и раскрытием ладоней. Марина, спасибо большое. Татьяна Федоровна, а для чего же мы говорим про эти безусловные рефлексы? Для какого специалиста они важны и в каком возрасте их проверяют? Очень важно знать и помнить, когда угасают безусловные рефлексы. Для того, чтобы своевременно насторожиться и выявить патологию малыша. То есть если они сохранились к этому возрасту? Потому как на смену безусловным рефлексам приходят установочные рефлексы, что способствует формированию двигательных навыков у ребенка. В случае, если эти рефлексы не уходят, это повод обратиться к врачу и родителям. И у врача повод насторожиться и, возможно, предложить обследование данному ребенку. Татьяна Федоровна, сегодня, наверное, нельзя 100% говорить о какой-то профилактике в сегодняшней нашей теме. Понятно, что нет тех самых гарантированных мероприятий, которые позволят предупредить детский церебральный паралич. Но есть общие рекомендации для того, чтобы сохранить здоровье. Пожалуйста, какие будут эти рекомендации ваши для наших телезрителей? Рекомендации все очень просто. Это здоровый образ жизни. Обязательно своевременно обращаться к врачу в случае возникновения каких-то заболеваний. Молодая женщина, готовящаяся стать мамой малыша, конечно же, должна правильно питаться. Оставить вредные привычки где-то далеко-далеко. Своевременно и под контролем врача получать медикаментозную терапию в случае, если это необходимо. Режим труда и отдыха обязательно, чтобы исключить различные напряжения физические и предупредить преждевременные роды. И подходить к вопросу беременности очень серьезно. Спасибо большое, Татьяна Федоровна. Я благодарю вас за сегодняшнюю нашу беседу. Степан, Марина, большое вам спасибо и до новых встреч. Перед больным ДЦП на протяжении всей жизни встает много проблем и препятствий. Поддержать ребенка на пути лечения и реабилитации, научить его проявлять упорство, преодолевать все тяжелые ситуации – очень сложная и важная задача родителей, которая требует от них времени и средств. Но самое главное – безграничной любви. Берегите себя, не болейте, заботьтесь о своих ближних. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова